Продолжаем делать из мухи слона в самом лучшем смысле этого словосочетания. По ходу оптимизации устраняю недочеты предыдущих рационализаций. Сейчас дорабатываю акриловый колпак, который, как вы помните, опирался на переднюю панель. Но опора ушла из-под ног колпака, мы ее сместили вниз, поэтому нужна новая опора, которая уже будет неразлучной с колпаком и для ее установки не нужна будет перестановка передней панели. Я уже привык к экрану моноблока в большом мастерской. Удобнее намного, чем развешивать или раскладывать картинки. Тут моноблок уже калека, да и был тяжеловат для моей задачи. Вообще моноблоки дороги и тяжелы, поэтому я решил купить дешевый легкий телевизор, который можно будет легко опускать для работы с изображением, а после использования убирать наверх. Но главное, благодаря новым технологиям, связать его затем со своим телефоном. Размещение и перемещение телевизора разработал сначала в 3D программе. Телевизор действительно легкий, я заказал его в Харькове. Весит 1,6 кг. Думал, хватит одной газовой пружины, но потом пришлось добавить вторую и еще одну обычную пружину растяжения на всякий случай, потому что эти газовые иногда обвисают. Газ выходит, сила ее пропадает, пружина уже ничего не хочет и не может. Телевизор может в этом случае резко опуститься, разбиться, повредить что-нибудь на столе, а пружина не даст. Статика, которая получается с помощью ПВХ, кромки и утюга, сомнительная. Мне так спокойнее. Уделил внимание, значит, возможно, ответная любовь от изделия. Ведь изделия иногда злятся на тебя, даже мстят. Поэтому надо стараться делать хорошо, а плохо само получится. Вот это как раз вариант с одной газовой пружиной. Но он не был лишним. Посмотрел, примерился. В чертежах трудно все учесть. Все равно какие-то доработки будут. Ну вот, движение, расположение проверил. Теперь доработка. Другие оси, резьбовые, с возможностью фиксации положения телевизора. Новая плита для всех пружин. Еще одна проверка. Пока без спиральной пружины. Затем пластины, крючки. Не смотрите, что столько отверстий. Просто я купил две пластины подходящего размера в магазине. А отверстия уже были. Девчушка-продавец, наверное, насверлила. У нее телефон сломался. Вот и, видимо, нехрен делать было. Она и наделала отверстия от скуки. Ну, некоторые пригодились. Прям точно совпали с телевизионными. Теперь очевидно, что не хватает спиральной пружины. Механика будет работать, сомнений нет. Но вот сумели я правильно подключить свой телефон, это вряд ли. Ну, у меня много детей, жена. Все они разбираются в этом лучше меня. Наверняка помогут. Так, последний штрих. Пылеотбойник. Стружка-отбойник. Телевизор хоть немного надо защитить от ударов стружки по экрану и от налипания на экран и попадания в вентиляционные прорези и за сетку в монтированных колонок. Как раз используете винты, на которые крепились ножки, при подставке. Здесь еще будет такой винт фиксирующий, он будет вот так вот. Угол этот можно будет немножечко менять. Когда я работаю с экраном, как правило, это уже тонкая обработка. Лица, руки, какие-то такие складки, тонкие вещи. Поэтому стружки немного и вот этого отбойника хватит вполне. Вот так его можно снять и можно оставить. В этом положении можно смотреть телевизор лежа с кресла. Вот я в положении полулежа. А это телевизор в верхнем положении, в котором я буду смотреть, может быть, кино, хотя вряд ли. В рабочее положение я его приведу позже. Для этого вот целая куча всяких штучек, проводов, которые должны обеспечить связь телевизора с интернетом. Возможность подсоединить без проводов телефон и спокойно работать, сидя на своем рабочем кресле. И не бегая в комнату, печатать на принтере изображение. Я хочу развить немного мастерскую вверх. Тут есть возможность. И решил поставить еще несколько полочек, такой шкафчик небольшой. И столкнулся с тем, что здесь большой перепад высот. Здесь на 5 миллиметров выше. Как это получилось, я не знаю. Просел балкон или просела мебель. Или сразу неправильно рассчитал. Ну, я с этим смириться не могу. Поэтому, вот, снимая этот шкафчик для ремонта, я могу себе представить, что там сейчас будет в зале. Это первозданный вид почти балкона. Да, тут мыть и мыть. Кстати, вот мои клапана хорошо видны. Вот здесь трубы выходят, я их все снял. Сейчас я это все помою, выровняю шкафчик и можно будет продолжить. Жаль, что я занес камеру в комнату, думал, что ничего интересного в этом мытье грязи нет. А оказалось, вот такая жесть сейчас была. Вот это окошечко, видите, я заказывал специально окно, чтобы здесь был пластиковый блок, для того, чтобы вырезать. Вот туда вставляется такая пластина. Пластину вставляются с обратной стороны, обратные клапана крепятся, и потом пластина клепится сюда. И таким образом я могу с той стороны иметь большего размера деталь и надеть сюда трубу выхлопа. Короче, когда я открутил, вытащил вот эту пластину, обратные клапана уже почти вываливались. Они находились вот на таком расстоянии, а я их приклеивал силиконом. Почему отошли, я не знаю, но между ними было осиное гнездо. Это только я вытащил эту штуку, здесь такое начало твориться. Осы просто как вертолеты, не знаю, в военное время начали кружить здесь. Я припугался, стращал в прошлом ролике вас, что лучше взорваться или сгореть. Я понял, что я не доживу до пожара. Меня закусают осы. Тем более был без маски, они меня запомнили в лицо. У меня ничего не оставалось, я руками вытащил осиные гнезда и выбросил их на улицу. Я так рассуждал, что логично будет, если они не ко мне пойдут, а к гнезду. И вот нету их пока. Животные мстительные. Но надеюсь, что к дому их потянет больше, чем ко мне. У меня ничего особенного нет. Я точка, 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 я вовсе не медвей. Вот такая история произошла. Ну, а заодно вот показал вам систему крепления обратных клапанок. На этот раз закреплю на винтике. Уже никакая оса не отодвинет их. Я потом прочел, что сбивать осиные гнезда нельзя. Нехорошо. Мол, осы не просто так выбрали это место. Оно им нравится и они вас защищают. Философия, конечно, гуманная. Но еще чуть-чуть и клапаны бы отвалились. И осы с удовольствием сделали бы гнездо в моем ящике под ногами. Да и дети дома. Так что, извините, мне такие соседи не нужны. Тем более, без ордера. Да и вообще, коммуналки уже в прошлом. Жили мы тремя семьями. 9 человек на 38 метрах. А теперь вот жируем. Пришла бумага давеча налог на роскошь. Жена вторая моя, Лариса, умерла. Родители умерли. Это та квартира, где мы все ютились. Где моя, так называемая, большая мастерская. Квартира пришла ко мне и двум старшим сыновьям. Так вот, теперь у меня больше 60 метров в нежилой площади. И я, пенсионер с копеечной пенсии, должен платить им, бедным, налог на роскошь. То есть, им на роскошь. Следующий шаг – налог на воздух. Вот, остановимся. Внимание, постараюсь без мата. Депутаты, президенты, премьер-министры. Вот этот закон – это ваше лицо. Точнее, ваша харя. Та же харя, которая заставляет людей есть ядовитую пищу и пить грязную воду. Та же харя, которая отобрала у детей детство, а у стариков старость. Украв пенсию, уничтожив медицину. Та же харя, которая убила экономику, порвала территорию, попрала память предков, переписав историю, разожгла вражду между людьми во всех сферах. Та, которая никак не нажрется, не насытится людскими бедами. Суки вы позорные, как же вам, подонки, с этим живется? Вот выбросить бы ваше кресло и бабло в море и океан, а вы за ними, как осы. Пусть просят меня осы за сравнение с вами. Да никакие вы не привидели. Воры и убийцы, нанятые и приведенные сюда другими ворами и бандитами из-за океана. Никто вас не выбирал. Обман, подкуп, запугивание. Нет больших преступников, чем вы. Продавшие свою, нет, нашу страну. Уничтожившие физически и прогнавшие со своей земли уже десятки миллионов людей. Я не желаю вам смерти, так называемые представители власти Украины. Я желаю вам долгой, мучительной жизни. Чтобы вас насильно заставили трижды в день, как молитву, слушать стоны коллег и крики матерей всех погибших на вашей войне. Вот называется язык предметов. Эти пять миллиметров, вроде они никому не мешали, а из-за них целая реставрация получилась. И не зря. Потому что могло остаться вместо выдержки одно осиное гнездо. Эти клапана повылетали бы на улицу. Это язык предметов. За какой-то гвоздик зацепишься, а там вскроешь аварийную ситуацию. Так часто бывает. Надо прислушиваться. Хотел вместо стекла какое-то более практичное покрытие для стола. Современное. Я же сейчас все выпускаю. Посмотрел. Есть такие бивары, кажется, называются. Вот эти бивары, кусочек, дороже целописиеного стола бывает. Отказался. Пусть будет стекло. Вот я произвел ревизию шкафчика. Еще раз. Ошибки нет. Все стойки одинаковые. Значит, это связано с прогибом большой плиты на столе. Потому что там не было в средине подпорки должной. Так что сейчас сделаем подпорку, наверное, регулируемую. Здесь я положил отверточку и сделал рисочку. А снизу поставил такую мощную доску от столешницы и ножку с регулировкой. Вот миллиметра на три удалось поднять. Еще пару миллиметров и доска, наверное, выровняется. Ну, шкафчик я разбирал не зря. Видите, ДВП как изыгнуло. Здесь она с улицы контактировала. Наверное, нужно будет поменять его. На этом, дорогие друзья, завершаем вторую часть обновления мастерской. Обновление рабочего места резчика по объявлению мамонтов. В третьей части будем развивать мастерскую вверх по оси Z. Хочу поправить мое несколько эмоциональное обращение к власти. Не все депутаты являются преступниками. Есть другие. Их очень мало. Я не знаю, как они туда попадают. Но есть такие, которые борются со злом под куполом, пытаются бороться. Их преследуют, их убивают. И я восхищаюсь их мужеством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok